так здравствуйте здравствуйте успели ли вы ознакомиться с величайшей пресс-конференции уходящего года как она вам конечно ознакомились частично частично из ютуба частично телевизору потому что как бы по телевидению смотреть было невозможно ну лучше конечно коменты почитать людей в интернете можно хотя бы ускорение включить да 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 ну и какие ощущения понравилось конечно вот выступление девушки из рязани который просил за героя феерично теперь я думаю у людей возникнет вопрос как наш так скажем киренко получил герой россии возникнет однозначный вопрос так бесповоротно да и я так думаю что по всем героям пройдутся как они получали то есть фактически нам нужно это себе зарубочку в памяти оставить и в случае смены системы проверить каждого героя россии как она за что получила и как и при каких условиях но сейчас уже пошли расследования оказал что это никакого подвига не было и ничего это человек не получит никакого героя россии ну это же опять вы понимаете опять же только из интернета как бы сми молчат это же тоже неправильно должны должны как-то как это как-то наши сми с которым платим деньги кстати бюджетный получает там его зарплату корреспонденты какую-то долю правды говорить у вас какое впечатление если честно я саму конференцию смотрела во сколько я предполагала что там возможно быть и смотреть 20 лет одно и то же и полное безразличие нашего руководителя к народу и к тому что происходит в стране но уже просто смешно и даже жалко его поэтому я смотрела просто и в ютюбе комментарии караулова и еще там некоторых наших блогеров чтобы посмотреть более интересные сюжеты для себя то есть даже как предыдущий вот комментатор сказал посмотрел про девушку которая говорил о чиновнике которому рекомендовано она рекомендует дать герою советского героев россии вот и соответственно все последствия какие он там вообще совершил я смотрела значит передачи с караулом ну что грустно вы говорите одно и то же 20 лет но тут с этим можно поспорить мы помним двадцатилетней давности ситуации когда путину звонили прям в студию и он слышал матюки были было всякое примерно три года назад у них резко поменялась политика они сказали они долго подкручивали гаечки но потом они сказали четко что нас вообще проблема людишка особо не интересует нам главное помечтать о перспективах куда приведут нас замечательные программы и проекты и майские указы и в итоге все это привело к полному вырождению всех этих прямых линий а чего бы вы хотели реально услышать представьте что путин уходит на его место приходит тот адекватный как он должен общаться с людьми чтобы вы хотели услышать от настоящего политика ну я так думаю что прежде чем услышать наверное он должен познать и узнать как живет народ истинно как живет они то что ему там либо говорят либо докладывают и проблема она внутри они снаружи и наверное прежде чем задать вопрос будущему либо настоящему президенту да то есть нужно говорить с человеком на равном в том плане чтобы он знал проблему да и говорить конкретно о ситуации а выдумывать там что-либо ну что наш вопрос человек не знает этого вопроса что он может ответить как говорится мы разберемся мы посмотрим мы узнаем мы решим но это только слова да а когда есть конкретная проблема есть вопрос есть решение этой проблемы есть результат да вот проблема решена тогда можно что-то говорить а сейчас наверно слышно причем удивительное дело тот же стали но на по стране то особо не ездил он сидел своих резиденциях работал и интернета тогда вообще не было однако же у него были возможности он знал все что где происходит и по крайней мере мог ориентироваться вопрос честно еще вы может быть я не знаю насчет честные были рядом или нет но во всяком случае наверное то что сейчас есть та структура то информационное поле которое возникает вокруг президента да значит я так понимаю что он сам это все создал да и пожинает плоды своего созданного мира и своего информационного поля то что он получает все то что он создал если бы он был немножко другую наверное политику и другие были не взаимоотношения с чиновниками наверное бы было бы все иначе то есть вы считаете что да должна быть более жесткая политика по отношению к чиновникам чего не хватает конкретно расстрелов не хватает голос голос галерки раздается хотя бы парочки расстрелов ну да понятно смотреть смотреть фильмы про китай что там происходит до чиновников которые там воруют а чиновников которых а значит при определенных случаях поймали да и проблема есть как бы ответчик конкретно поставлена проблема и задача и то есть человек за это отвечает если он не отвечает значит у них так принято как бы за это нести ответственность у нас на ответственность она обезличена практически сейчас все эти вот цифровые как бы там то есть вопросы можно сейчас там чиновнику да хорошо можно поставить по интернету ответа никакого вот я пытался мне карточку закрыли мне меньше здесь 5 лет и я так и не понял не догадался я нужно пришло мы захотите там это сам мой разговор в эту контору там московскую я месяц пытался понять кто дал мои данные на комасно они закрыли мне карточку так я не понял просто каким заболеванием я болею то есть просто вообще вот сейчас если все это обезличено когда будет ответственность чиновника все тогда у нас будет и чиновники будут нормально работать и как будут относиться к людям по нормальному сейчас этого нет все то есть они касту создали такую причем вот все эти выборы которые проходят у нас они получается почему как бы за наши деньги чиновники они наняли себе сейчас электорат выборочный за нас счет опять получается но тут ведь понимаете какая проблема например если в стране вдруг произойдет какая-то смена системы смена власти вот этих большую часть чиновников отправят на досрочную пенсию у кого-то в отсидку а кем заменить нужны сотни тысяч новых чиновников а простые люди кто должен к этому же надо готовиться ты же не можешь взять первого попозже человека и сделать министра образования министр здравоохранения министр транспорта иностранных дел и но нужно несколько лет подготовка проблема то есть то есть как бы путин сейчас загнал как бы страну страну загнал в это состояние потому что просто так просто так как бы не произойдет быстро как вы правильно говорите там смена там одного-второго чиновника чтобы найти быстро не произойдет это вот печально это самый такой час вопрос стоит это очень печально но проблема еще в том что граждане то простые люди считают что политикой лучше не заниматься куда лезть это только жулики туда лезут а на самом деле она лезут еще и ко всему я должен вам добавить для 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 известности всех чиновников советское время хотя было население 250 миллионов до три раза меньше было два раза больше час хотя в два раза меньше населения это как понять чиновники ну вы понимаете путин любит чтобы мы лизали задницу и поэтому он и набрал что я к счастью таких деталей не знаю а чё не видно при советском союзе было мало чиновников вы скажите мне пожалуйста не перебивайте старше что за слушайте вы смотрели путина как он посмотрел от этого да да так представьте себе на минутку не перебивайте старше я я я вот и правильно да молодёжь молодёжь да молодёжь справиться я прощаю слушайте вы смотрели как задали вопрос путину о спорте да 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 о спорте да и что вы скажете кого а ну это я не об этом вы не смотрели значит а кто смотрел кто смотрел путин в курсе интимной жизни дзюбы наших футболистов а подождите кто задал этот вопрос журналистка одна из она журналистка конечно люди скажите пожалуйста журналистка кроме того спорте что дзюбу обсуждать до всей страной и всем миром да никаких проблем спорте не нашла скажите пожалуйста она рассказала проблемах что наши наши сборная будет выступать под белым флагом или без флага я хочу спросить вас на два года запретили вообще чиновникам выезжать и ой давным-давно слушайте чиновник вы переживаете что чиновники разъезжают скаты они слушайте дальше так как вы думаете и что вы думаете об этой журналистки или корреспондент обочина озабоченная сексуально может быть и это но явно лежит задницу путину и поэтому задает такой вопрос вы простите народ не дурак как считает путин и его окружение соображают люди жопу лежит а таких сколько было там в основном так и были такие нужны задавайте вопросы нормальные существенные что было сказано платошки не было что-то сказано а хабаровске мне он понравился знаете чем да хороший на букву х просто не надо не надо не надо убеждать меня я знаю слушайте слушайте не перебивайте старший я повторяю дело в том что он заявил что крым более земли не народа народ выбрал народ избрал свой путь поэтому он наш простите меня там народ слышите а здесь вы народ не слышите ну не свинья только не хрюкает вот единственное кстати кстати наглый такой я смотрел как у него брал интервью один журналист и и и он спрашивает и он говорит ему не хрюкай но это это норма это как его грант конституции директор обычного дома просите это 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 выскочка не обсуждается даже я хочу сказать ну и могу сказать про жопа лизов рассказать будьте слушать внимание только цензурно без манне цензурного что не цензур слушайте значит смотрел я вчера ролик андрея караулова и всем вам советую кто смотрела так скажите пожалуйста что михалков из себя представляет и кто он такой после всего того что я увидел и услышал о нем как он искусно жопу лежит путину не так ли совершенно верно вот вот так вот я да ну как это искусно делает это 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 поразительно ну вы знаете да вы вынимаете вы понимаете и все остальные его сторонники так что вы сказали тем людям кто все еще верит путину и считает что нам нужен сильный лидер будьте дураками люди кто верит путину но это ерунда это это я не я не я не понимаю нет вы понимаете такие люди есть есть надо лечиться им обязательно кстати если вы знаете лично таких людей которые поддерживают его можете не только посоветовать а можете высвать и сама скащенко сразу скорую чтобы забрали чтобы проверились люди потому что это нездоровые это сто процентов факт факт на лицо вы чё что вы еще хотели это не очень конструктивно точно так же они оппозиционеров отправляют точно так же того же габышева ты нам не нравишься идешь что-то на москву вперед подождите подождите если мне не нравится путин потому что он фашистки относится к собственному народу так меня в кащенко или его за то что он сказал сколько я буду президентом не может быть и речь о повышении пенсионного возраста и так же самое мозги надо поменять тому кто советует поменять конституцию российской федерации да скажите пожалуйста так кого в кащенко меня или его все вопрос что и и и и